Девчонки, всем привет! Как вы поняли с названием видео, сегодня будет видео Мой бюджетный уход за лицом. Девочки, если вам интересно узнать, что заключается мой бюджетный уход и какие есть маленькие секреты для того, чтобы в принципе выглядеть хорошо и привести свою кожу в порядок и при этом, чтобы было не так накладно. Девочки, простите за мою прическу, эти два прекрасных рожика. Не знаю, у меня сегодня такое игривое настроение, мне захотелось почему-то сделать именно вот так. Надеюсь, не вызовет какие-то очень сильно отрицательные эмоции моя сегодняшняя прическа. Ну вот, девчонки, если вам интересно, тогда давайте начнем. Начну я, наверное, с очищения. Очищение у меня своеобразное. Я хочу вам сказать, девочки, вы можете мне закидывать камнями, вы мне можете говорить, что так делать нельзя. Это вот прям вот нельзя-нельзя, но это мой опыт и мне действительно так помогало. В покупках вы увидите некоторые продукты. Итак, начнем. Мое очищение состоит на сегодняшний день бюджетное, так вам хочу сказать. Очищение от фирмы Гарниер. Это их серия чистая кожа актив с сальциловой кислотой. Производитель нам говорит то, что это средство сокращает прыщи и следы от них отшелушивают мертвые клеточки. Вот для того, чтобы использовать это средство, перед этим средством я всегда использую какой-либо скраб. Ну, в основном, конечно, это скраб о чистой линии, малина и брусника. Бережное очищение для сухой чувствительной кожи. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы вот это вот средство, когда я буду его использовать, оно намного лучше проникало и эффективнее очищало, так скажем, то, что мне нужно очистить. Я говорю вам, девочки, сейчас, когда у вас просто прыщичек, и вы не по нему проходите, а аккуратненько, то есть я чищу, использую этот скраб для лица достаточно очень деликатно и аккуратно, для того, чтобы просто, во-первых, не разнести заразу, а во-вторых, если я даже что-то где-то там нарушу, я знаю, что есть вот такое замечательное средство от Гарниер. Здесь содержится 2% салициловая кислота, а как мы знаем, салициловая кислота – это просто напрочь убивающая все возможные бактерии и не даст им никак размножаться, поэтому после вот этого средства обязательно использую вот этого, ну, в данный момент. Чем мне нравится ещё это средство? У него замечательная такая вот крышечка, а на этой крышечке вот этот вот ёршик. Я не знаю, как назвать это, но это очень мягонькие такие иголочки, им очень приятно и комфортно разносить, собственно говоря, средство это. Оно так мягонько-мягонько проходится по всему лицу, и после того, как вы умываетесь, вы действительно чувствуете то, что кожа очищена до скрипа, и вот реально при нанесении вот этого средства, к примеру, да, вы чувствуете холодок по лицу и чуть-чуть пощипывает. Я так предполагаю, это работает именно салициловая кислота. Это не гель, это достаточно такая что-то жидкое, знаете, не лосьон и не гель, что-то между. Но, правда, очень хорошо очищает. Девчонки, стоит это что-то в пределах 350 рублей, и это действительно достойный продукт для бюджетного ухода. Вот, после того, как я очистила свою кожу, естественно, что мы делаем? Мы наносим тоник либо лосьон. У меня под рукой оказался тоник от 100 рецептов красоты, это увлажнение и свежесть. Моё мнение об этом продукте серединка наполовинку, потому что я не могу сказать то, что оно освежает, и не могу сказать, что увлажняет. Но неплохое такое средство для того, чтобы дальнейший уход ваш осуществить. Здесь производитель говорит то, что здесь присутствует сок алоэ, розовая вода, возвращает к коже тонус, очищает и освежает. Поэтому как-то, ну, будем надеяться, что производитель нас не обманывает, но на моей коже это просто как водичка, которая протёрлась и начинает свой дальнейший уход. Крема, к сожалению, девчонки, у меня нет увлажняющего бюджетного. Я вам покажу немножко другое. Если я наношу вот этот вот тоник, после всего этого я использую любое масло. В этот раз у меня здесь под рукой масло виноградных косточек. Как я это делаю? Я его наношу буквально, может быть, от силы 5 капелек, я делаю даже 4 капельки, растираю в ладошках, наношу похлопывающими движениями на своё лицо, беру маленькое банное полотенце махровое, разогреваю его под кипячёной горячей водой и наношу на лицо это полотенце и ложусь. Лежу так минут 15. И это масло под теплом, поры раскрываются, масло проникает, увлажняет, питает. И после того, как проходит 15 минут, я просто беру это полотенце, вытираю лицо и могу ложиться спать. То есть у меня на утро не бывает ни опухоли, ни забитых пор, ничего. То есть я вижу, как моя кожа очищается потихонечку, верно и медленно, я иду к своей цели. Девочки, это средство я могу посоветовать только тем, у кого нет проблемы, вот этих, знаете, куперозок, вот этих красных, как сказать, когда вот в венке, вот прям вот близко к коже, купероз, да, по-моему, это называется. Я не могу посоветовать, потому что обычно тепло провоцирует ещё больше расширение сосудиков. Поэтому будьте внимательны, когда вы будете это использовать. Вот, если, к примеру, я ещё не использую, я могу просто не использовать, к примеру, тоник, а после своего вот этого очищения я могу сразу же, ну хотя нет, обманываю, я всегда наношу тоник после этого. Я наношу маску. Я наношу маску, вот сейчас у меня под рукой это масло от Organic Shop, Увлажняющее Мадагаскарское алое. Тут говорит производитель, что здесь содержится органический гель алоэ вера, экстракт бамбука и масло иланг-эланг. Девчонки, увлажняет оно на четвёрку, ну да, действительно, есть увлажнение. То есть вы его нанесли на 10 минут, к примеру, смываете, и вы чувствуете то, что да, в коже как бы нет этого чувства стянутости, в принципе, кожа увлажнённая неплохо. Мне средства нравятся, я всегда использую и стараюсь, чтобы в арсенале была какая-то увлажняющая маска, потому что, ну это нужно, девочки, кожу всегда нужно увлажнять, если даже она у вас безумно жирная. Нужно делать так, чтобы ваше сальное железо, они начинали работать на вас. Не вы на них шли, тратили свои денежки для борьбы с этим жирным блеском, а начинали делать так, чтобы они работали так, чтобы ваша кожа была красивая и сияющая. Вот, это то, что касается таких вот ежедневных, постоянных, чередующихся уходов. И, естественно, маски. Без масок я вообще не могу, я просто маньячка по маскам, что для волос, что для лица, для любой части тела, я просто люблю эту процедуру. Здесь у меня под рукой оказалась голубая глина. Глины я люблю белые, зелёные, чёрные, красные, жёлтые. Я вообще люблю глины, прям нравятся мне они. Глины мне нравятся тем, что помимо того, что они очищают, они ещё витаминизируют кожу минералами, которые содержат та или иная глина. Так что, девочки, если вы не пользовались глинами, обязательно к ним присмотритесь, потому что это, правда, очень хорошее средство, которое помогает и ухаживать за нашей кожей. Ну, либо телом, либо волосами. Сейчас у меня эта масочка пересыпана в такую мисочку, чтобы было намного удобнее ей пользоваться. Вот. Следующее, что хочу вам показать, это будет маска, купленная в магазине Fixed Price. Эта маска, я не могу её советовать и не могу её не не советовать. То есть, эта маска, мне показалось, она очень сильно похожа на маску дегтярную от бабушки Агафьи, по-моему. Да, она так называется, такая голубоватая. Девочки, это тоже маска кремообразная, она такая серенькая, молочная, такая, знаете, серенького цвета, но при всём при этом она неплохо очищает, она, знаете, такая вот абсолютный средничок. И для меня она маловато, но как баловство я её наношу. То есть, она не вызывает у меня никакой сыпи, она не вызывает у меня никакого раздражения, ничего. То есть, в принципе, та масочка, которой я могу себя просто побаловать. И если вы не пробовали, то возьмите, попробуйте, как баловство, тоже неплохо. В принципе, наносите на 15 минут, умываете лицо и кожа. Она не пересушенная, она, знаете, чуток увлажнённая, немножечко очищена, так, знаете, всё, по чуть-чуть в этой масочке. Не знаю, как-то вот у меня рука к ней не тянется, но она присутствует в моём уходе. И я решила вам просто её показать, чтобы вы знали, что такая вещь у меня тоже есть. И тоже можно таким пользоваться. Следующее, что хочу вам показать, это, знаете, это мой маленький секретик, я вам хочу сказать. Наверное, у каждой девочки есть свой секретик в уходе за лицом. Вот когда у меня, вот эти, знаете, перед нашими любимыми днями возникают красные именно прыщики, которые вот они прям идут у нас такие, прям идут они, атакуют нас, девочки. Могу вам сказать, не так давно, лет, наверное, даже 5 назад, я узнала такое замечательное средство, как цинковая паста. Я искала везде что-то, знаете, такое, средство, которое будет подсушивать прыщики, когда я, к примеру, я сплю, либо я могу просто точечно нанести, локально будет действовать. Но, к сожалению, все эти средства, они безумно стоят дорого, правда безумно. И когда ты начинаешь пользоваться, и оно должно быть постоянно у тебя в обиходе, ты начинаешь чувствовать, что это средство достаточно дорого. А тут, в пределах 50 рублей, средство действительно чудно подсушивает, в меру, так знаете, подсушивает и вытаскивает сам прыщик, который пытается вылезти. Я ее использую постоянно, когда у меня начинаются такие штучки. И недавно я узнала, что у множества фирм сейчас появляется их паста локального действия, сос-пасты. И везде у них идет практически на 50% цинковая паста. Девочки, она не вызывает аллергии, ничего. У нее такой, знаете, абсолютно нейтральный запах. Такой, знаете, ну нейтральный. Он меня никак не раздражает, хотя я очень чувствительна к запахам. И очень хорошо работает на моем лице. Вот эти вот все средства, которые там взбалтывают, содержат спирт, они очень сильно пересушивают, правда. А так как я использую сейчас такие вот средства, которые очень до этого хорошо высушивают кожу после всех процедур увлажнения, я просто наношу вот это средство, ложусь спать. И действительно на утро прыщик уже менее красный. И постепенно-постепенно он уже начинает либо созревать и выходит, и не остается этого злосчастного пятна. Правда, очень хорошее средство. Присмотрите в любой аптеке, его в принципе можно найти. Вот. Это был весь мой уход, который я вам хотела показать именно из бюджетного сегмента. Если вам, девочки, понравилось данное видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. И, конечно, я вам хочу пожелать, девочки, чтобы на вашем лице не было никаких недоразумений. А для того, чтобы этого не было, я желаю вам спокойствия. Потому что, когда мы более-менее спокойны, мы не испытываем никакого стресса, нас не тянет съесть что-то сладкое, жирное, либо вредное. У нас нет нервозности, и наша кожа чистая, и говорит нам спасибо. Поэтому, девочки, я вам желаю, искренне желаю, чтобы на вашем лице не было ничего такого. И также я вам желаю не болеть, я желаю вам любви, нежности. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. Увидимся в скором видео. Пока-пока.